А теперь новости спорта. Ко мне в студии присоединился наш спортивный обозреватель Сергей Шрамко. Здравствуй, Сергей. Здравствуй, Елена. О чем пойдет речь в сегодняшнем спортблоке? Поговорим о волейболе. У Белогория впереди серьезное противостояние. Также есть повод вспомнить о гандболе. Но об этом позже. А сначала о водном поле. В Белгороде проходит открытый чемпионат БГТУ имени Шухова. В состязание собрались семь команд. Участвуют студенты-технолога, ветераны белгородского спорта и даже представители Курска. Турнир проводится по круговой системе. Победитель определится 2 апреля. А в эти выходные состоится, пожалуй, самый интересный матч. Первая команда наших студентов померится силами с курянами. Подробности и итоги в следующих обзорах. Добавлю, что такие состязания вызывают повышенный интерес у молодежи. И являются большим шагом на пути развития водного пола в регионе. Этот вид – отличная альтернатива для пловцов. Именно они сейчас составляют основной костяк белгородских команд. Возможно, в скором времени заниматься начнут и дети. Идет сейчас разговор, он уже больше года, о том, чтобы создать на базе школ, таких как Спартак, отделение водного пола, где привлечь тренеров. Далее о шахматах. Сегодня в Белгороде стартовали традиционные соревнования в рамках областной Спартакеады. Отдельные зачеты у восьми коллективов из муниципалитетов с населением более 50 тысяч человек. И шести из тех, где население ниже этой отметки. Среди первых – разделение на две подгруппы. А уже затем полуфинальные и финальные противостояния. Другие проведут шахматные поединки по круговой системе. Отмечу, что в составе команды пять любителей интеллектуальной игры. Трое мужчин, одна женщина и запасной представитель. Итоги соревнований будут известны послезавтра. А завершим обзор волейболом. Белогорю предстоит эпопея противостояния с непобедимым казанским зенитом. Все дело в том, что в ближайшее время с этой грозной командой львы проведут целых три матча. Два из них состоятся в рамках Европейской лиги чемпионов в начале апреля. Одолев польскую ЗАГСу, в следующей стадии этого турнира белгородцы попали именно на представителей столицы Республики Татарстан. А уже в это воскресенье два гранда российского волейбола сойдутся в игре очередного тура Отечественной Суперлиги. Примечательным событием станет и выход на площадку дуэта Тетюхиных. Впервые легендарный олимпийский чемпион сыграет плечом к плечу со своим сыном Павлом. Такое нельзя пропустить. На этом у меня все. Обзор представил Сергей Шрамко. Всего самого доброго и хороших выходных. Спасибо, Сергей. А я напоминаю, что спортивные обзоры выходят в эфир нашего канала по вторникам и пятницам. Не пропускайте.